Мы разносим, я буду все-таки называть не бэби-бокс, а поконок малюка, так как он у нас в стране называется. Мы скажем, что это совершенно новая инициатива нашего правительства, внесенная нашим министерством соцполитики, поддержанная на правительственном уровне. И, к сожалению, как всегда новое у нас, оно идет немножко с опозданием. Я надеюсь, я даже более того, чем надеюсь, уверена, что все это отрегулируется, и в октябре месяце все будет в норме, и мы будем уже не разносить по домам, как мы это делаем, а как и предусмотрено постановлением Кабинета министров, эти поконки малюка мамочки будут получать в роддома. Инициатива стартовала, этот проект стартовал с 1 сентября. Но, опять же, по рекомендации Минсоцполитики, те мамочки, которые родили 28-29, но выписывались после 1 сентября с роддомов, они также будут получать эти поконки малюка. За сентябрь месяц у нас в Одессе наших, именно одесситов, родилось 560 деток. Мы на сегодня получили 390 поконков малюка, получили наши органы социального обеспечения, в департамент труда и соцполитики, пораздавал по месту проживания по районным территориальным центрам, и районные территориальные центры по адресам заявления, которые писали мамочки в роддомах, они развезут и раздадут. И я еще раз хочу сказать, что мы надеемся, что следующие партии мы будем получать в том количестве, которое обеспечит сразу передачу этих поконков в роддомах города Одессы. Состав предметов, которые туда входят. Опять же, разные говорят по-разному. Вот человечки, которые там для деток, пока мы их раздадим, они будут маленькие. Но это, наверное, единственное, с чем может быть проблема, то, что не подойдет. Все остальное, поверьте, мы раскрыли, мне самой было очень интересно посмотреть, раскрыли все эти поконки, все то, что в любом случае было очень приятно, как мамочки радовались. Особенно у всех восторг вызывает памперсы, потому что это необходимая вещь, и она очень-очень много этой вещи, как говорится, уходит у мам. Это и ножнички, это детские, это и термометр, это мыло-шампунь, это пеленочки, это такие пледики, это одеяльцы, игрушечка. И сама коробка, где все это находится, она так сделана, ну, во-первых, там плотный картон и внизу матрасик. То есть эта коробка может быть и местом, куда можно ребенка положить, где-то на улице или в другую комнату перенести. Другая мамочка, у которой это уже второй ребенок, сказал, ну, это у меня будет очень удобно, очень хорошая коробка, чтобы складывать туда игрушки. За счет чего это делается, за счет каких средств? Всегда вопрос интересует сразу, отвечая, что у нас есть на уровне страны государственная субвенция, мы ее называем детской субвенцией, там все выплаты мамочкам, семьям с детьми за счет средств этой субвенции и отдельное направление именно на приобретение этих пакунков малюка. То есть полностью оплачивает эти расходы госбюджет. Стоимость не более 5000 тех предметов, которые входят в этот пакунок малюка, но это норма на сегодняшний день, не знаем, как будет в 2019 году. Это без расходов по закупке, без расходов по доставке. Поэтому я цель, когда инициировала правительство данного такого пилотного проекта, как раз в том, чтобы обеспечить мамочек, у разных мамочек, у разных материальных состояний. Поэтому это те вещи, которые необходимы и необходимы именно в первые дни, в первые месяцы жизни наших деточек. Я акцентировала внимание, что это именно государственная инициатива, но у нас очень много есть мероприятий, которые реализуются в рамках нашей программы по социальной защите отдельных категорий. За счет городского бюджета недавно, на День города, мы вручали подарки ребенку, который родился 1-2 сентября. Отдельный был такой подарок и коляска, и все. Остальным деткам вручали тоже памперсы, то, что необходимо. На Новый год мы всегда отмечаем первого новорожденного ребенка. Еще много выплат, которые мы осуществляем с городского бюджета. Поэтому в общем и с учетом государственных расходов, я думаю, что это идет большое подспорье нашим деткам.